Несколько дней назад мы рассказывали историю о щенках, которые под шефство взяли водители смоленских маршрутных такси. Ситуация, к сожалению, получила печальное развитие. Смоляне сообщили нам, что будка, в которой жила семья собак, была разрушена и над малышами нависла угроза. Подробности у Елены Гендулиной. После того, как в нашу редакцию стали поступать тревожные звонки о том, что будки, где жили щенки, сломали и животных даже пытаются отравить, наша съемочная группа тут же выехала на место. К счастью, с щенками все в порядке, но будки действительно убрали, и животные вынуждены мерзнуть на открытом воздухе. Кто именно увез будку, выяснить не удалось. Водители маршруток продолжали ухаживать за щенками. Чтобы малыши не замерзли, им положили коробку под навес. Проконтролировать ситуацию приезжали специалисты госветслужбы. Специалисты видели, что там находится сука со щенками, а также несколько крупных животных. Вот. Поведение у них было более-менее адекватное, поэтому нами не было принято решение сразу на отлов. Будки мы ни в коем случае не трогаем, потому что это неизвестно, чье имущество. По словам местных жителей, среди их соседей оказалось много противников этой собачьей семьи. Поэтому мы обратились в приют «Верность» с просьбой приютить на время щенков. На данный момент приют переполнен. В приюте около 300 собак. И мы сейчас временно не принимаем животных вообще, кроме тяжелораненых и больных. Но в данной ситуации просто на все тоже не можем пройти мимо. И делаем такой шаг. Основная помощь – это сейчас корма. Корма, все, что можно съесть, это самое лучшее, чем вы можете сейчас помочь приюту. Для мамы щенков дворняжки по кличке Рыжая в приюте места не нашлось. Да и водители маршруток не очень хотят расставаться со своей любимицей. С рождения эта собака живет здесь. Хорошая собака. Она никого не кусает. С этой территории никуда не уходит. В ближайшее время Рыжую стерилизуют. И после реабилитации вернут в привычную среду обитания. Елена Гендульна, Артем Медов, Анатолий Егоров. Вести Смоленск.